Бадай один и проблемный показчик будавничек Галины Гомельской в области притягнение замежных инвестиций. Усю остатнее со знаком плюс. Экспорт будавничек архитектурных и инженерных послуг сгодны запошними дадзинами амаль 130% при задании у 103. Уводу эксплуатацию жилых домов 126%. Это так само больше доведенного задания. При этом постане на початок мая на Гомельшине заставались они продадзинами каля 380 квадр. У областном комитете по архитектуре и будавництве кажутся, что такий запас дозволяет позбегнуть напруженности на рынку жилья. Потенциальные покупники за все дымают шанс свободно набыть кватеру. Еще одна особливость региона. Тут один из самых низких цен на квадратные метры. Сдерживание роста стоимости строительства жилья осуществляется за счет максимального применения при строительстве отечественных материалов, снижение затрат подрядных организаций, исключение из проектов отдельных видов работ, которые могут самостоятельно выполняться гражданами-застройщиками. Параонально низкие цены на жилье не перешкоджаются. Будовникам працовать эффективно. Сегодня выручка на одного будовника у Гомельской области складает каля 3 тысяч рублей. Это один из лучших показчиков в Беларуси. Их участь за все, и он будет повеличиваться. Во вселях им выпадку, колькость предприемств Галины, которые працуют за адмованными финансовыми выниками, снижается. И есть подставы мерковать, что до середины года их не застанется у Вогули. У нас в мониторинге находятся порядка 28 предприятий строительной отрасли, 8 из которых, это небольшое предприятие, сработали с убытками по итогам первого квартала текущего года. Вместе с тем одно предприятие уже на сегодняшний день вышло из убыточной деятельности. По остальным разработан план мероприятий по выходу на прибыльную работу. И мы ожидаем по итогам полугодия, что у нас уже не останется ни одной убыточной организации. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валера Хапанько, Телерадо, компания Гомель.